Никакого помпезного открытия, буквально пару приветственных слов. Сюда приехали, чтобы работать и не терять ни минуты. В Ивановской области в эти дни проходит шестой Всероссийский форум легкой промышленности. Для тех, кто занят в данной отрасли, это главное событие года. В Иванове мероприятие проходит по инициативе Станислава Воскресенского уже второй год подряд. Познакомиться, завести новые контакты с поставщиками, с покупателями, понять современные тренды, чтобы идти в ногу с ними, понять, куда движется мировая легкая промышленность в целом, чтобы смотреть на опережение и соответствовать этим требованиям. То есть наша задача сейчас сделать все, чтобы легкая промышленность России развивалась, двигалась вперед, и поэтому эта площадка как раз и создает такой базис. Программу формировали с учетом мнения предпринимателей, включили вопросы и ивановских бизнесменов, и предприятий других регионов. В первый день форума параллельно было организовано сразу несколько круглых столов на разные темы. Сертификация и маркировка продукции легпрома, эффективная бизнес-модель производства, перспективы глубокой переработки льна. В данном зале речь о том, как стать поставщиком в розничные сети. Для малого и среднего бизнеса это возможность выйти на качественно новый уровень, усилить свои позиции. В аудитории представители декатлона кораблика Индитекса. Последний мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой. Основные бренды – Zara, Osh, Massimo, Dutti. Вся продукция идет на экспорт. На российский рынок она может попасть только после перераспределения в логистическом центре в Испании. В этом вся и сложность. У отечественных фабрик опыт работы на экспорт слишком мал. Но ничего невозможного, подчеркивает спикер, здесь нет. Главное – задаться целью. Какие же требования в группа компаний для потенциальных поставщиков? Конечно же, в первую очередь, это технические возможности. То есть, возможности, которые может предоставить фабрика для изготовления продукции подобного ассортимента, который уже делает Индитекс. Это, конечно, наличие хорошей технической базы, опыта специалистов, штаба сотрудников граммов, которые работают на фабрике. Это финансовая стабильность компании, цена образования, гибкость компании, менеджмент, коммуникация, опыт. И, конечно же, самое основное, как я вижу в своем опыте, это гибкость компании и большое желание работать. Большое пленарное заседание во второй день форума. В пятницу событие самое масштабное и ключевое. Но прежде, перед началом обсуждения, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов знакомится с выставкой продукции Литпрома. Впрочем, незнакомых тут нет. Предприятие Иваново Искош буквально днем раньше презентовало широкой публике свою новую уникальную производственную линию. Да, буквально в прошлом году мы встречались с вами, я рассказывала о том, что техническую ткань, мы являемся поставщиками сырья для нужд КамАЗа. Но уже в этом году я могу с гордостью рассказать о том, что мы являемся существующими поставщиками готовых автотентов для нужд ПАО «КамАЗ». Помимо просто поставщиков сырья, уже являемся поставщиками готовых автотентов. сооружений. И также являемся производителями готовых изделий и этих палаток. А Минобороны у вас не заказываются? Минобороны у нас заказываются, которые МЧС заказываются. МЧС заказываются, ну здорово. И еще я хочу, тоже Виктор Леонидович, отметить такой момент, что буквально вчера у нас успешно запустилась новая линия, линия Айгли, которая позволит нам сейчас производить продукт, который соответствует требованиям не только российского стандарта, но и международного стандарта. Теперь у Иванова Исхош есть план по выходу на экспорт в 2020 году. Воплотить в жизнь большой инвестиционный проект стало возможным благодаря поддержке Минпромторга и займу под 1% Фонда развития промышленности. Кстати, именно здесь на форуме замминистра озвучил очень важное решение для всех занятых в отрасли. Государство готово предоставить новую меру поддержки в приобретении импортного оборудования. В принципе, задача какая? Субсидировать предприятиям, которые покупают оборудование в лизинг то оборудование, которое производится в Российской Федерации. К сожалению, для текстильной легкой промышленности сейчас оборудование не производится, рынок маленький, конкуренция на глобальном рынке очень высокая, и все-таки именно для легкой промышленности сейчас сделаны исключения, чтобы можно было приобретать с государственной поддержкой импортное оборудование, но это очень важно. О важности для отрасли государственной поддержки говорил позже на пленарном заседании и Станислав Воскресенский. Теперь текстильные предприятия могут пользоваться такой преференцией, как компенсация затрат на транспортировку при экспорте. С сентября механизм заработал. Губернатор подчеркнул, что для Ивановской области очень важно расширение линейки инструментов поддержки экспорта. Мы видим, как меняется структура спроса. Я назову две интересные оперативные цифры. Вот есть такой крупный онлайн-торговец Wildberries. У нас по оперативным данным, если в прошлом году наши предприятия где-то продавали на уровне 370 миллионов рублей, то в этом году уже по 9 месяцам свыше 1,3 миллиарда рублей. То есть мы видим, как меняется спрос, как все больше уходит в онлайн-торговлю, понимаем это, у нас есть свои. Свои игроки на этом рынке, мы их будем поддерживать. Но это для всех вызов и перестройка своей работы. Перестройка работы в угоду вызовам времени свидетельствует о том, что у Легпрома есть будущее. Да, в настоящем все непросто. Темпы снизились, но поступательное движение вперед все же есть. На сегодня Ивановская область производит 88% выпускаемых в стране хлопчатобумажных и 75% трикотажных тканей. Более третий всей спецодежды в России тоже отсюда. А значит, и форуму в Ивановской области самое место. И судя по всему, он переезжает сюда на ПМЖ. Ну и конечно здорово, что уже 4 поезда из Москвы в Иваново идет. Добраться удобно, можно спокойно, комфортно. И я предлагаю в стиле Германа Оскаревича Грефа проголосовать. Кто за то, чтобы следующий форум и следующие форумы проходили здесь, в Иваново, в столице легкой промышленности. Прошу поднять руки. Да, коллеги, перепишите всех, кто не голосовал. Вижу подавляющее большинство. Большинство голосов, да. Елена Белова, Денис Денисов, Артава Иванова.